Для меня большая честь приветствовать вас всех с такой прекрасной инициативой. Во-первых, разрешите поприветствовать и поблагодарить всех организаторов данного форума. Может быть, извините, я всех не перечислю, но это, конечно, и представители Европарламента, и Центр конституционализма Европейского гуманитарного университета. И, знаете, тема универсальной юрисдикции, она актуальна не первый день. И, конечно, каждые такие болезненные события, связанные с совершением международных преступлений в какой-то стране, в данном случае, я думаю, можно так характеризовать и Беларусь, всегда вызывают вопросы ответственности. И вопросы ответственности, естественно, возникают натурально, потому что каждое преступление, это основополагающий принцип права и вообще верховенство права или rule of law, должно привести к ответственности за данные преступления, иначе не будет эффективной превенции, эффективной борьбы, особенно с такими явлениями, как международные преступления, преступления против человечества, которые, я думаю, на самом деле сейчас имеют место в Беларуси. И, конечно, обсуждать эту тему крайне важно, и по нескольким причинам. Я думаю, что вообще основание самой концепции универсальной юрисдикции вы, конечно, гораздо глубже об этом скажете, но, я думаю, в самом понятии императивных норм международного права или юс-когенс, которые действительно универсальные, которые признаются всем международным сообществом и которые устанавливают, можно сказать, универсальные ценности, в том числе, конечно, и защиту, можно так сказать, человека, в том числе, конечно, жизни и достоинства человека. И, конечно, вот нарушение этих норм юс-когенс, и вы тоже это прекрасно знаете, действительно, влечет ответственность не только между сторонами, не только перед конкретной личностью, права которой были нарушены, но это есть ответственность перед всем международным сообществом. Вот поэтому международное сообщество, оно уже взяло на себе обязанности бороться с этими преступлениями, их преследовать. Я, конечно, сейчас не буду говорить ни о преступлении агрессии, ни о преступлении геноцида, но действительно преступления человечества, в том числе массовые пытки, в том числе, конечно, массовые преследования по политическим причинам, что происходит в Беларуси, они тоже не могут оставаться безнаказанными. И, конечно, тогда мы сталкиваемся с проблемой эффективности, можно так сказать, применения этих норм об уголовной ответственности по международному праву, поскольку во многих странах, я даже думаю, не исключение Уголовный кодекс Беларуси, хотя я его не изучал, имеются соответствующие статьи об ответственности за соответствующие преступления. Даже если бы их не было, это все равно бы осталось преступлением по международному праву, и мы все знаем, что здесь и принцип ретрактивности, то есть запрещение применения ретрактивности и уголовная ответственность тоже не применяется. Но, конечно, при поиске таких путей, как сделать эти нормы эффективные, тут и возникает вопрос. Во-первых, мы, конечно, знаем международные трибуналы. К сожалению, их юрисдикции до сих пор, ну, я не буду говорить о тех исключительных случаях, может быть, когда-то в Беларуси, ну, я имею в виду по преступлениям, совершенных в Беларуси, тоже может учреждаться трибунал от ГОК, не обязательно по решению Совета Безопасности, может быть, когда, вот, если произойдет смена власти в Беларуси, это можно и по международному договору, наверное, осуществить. Но, конечно, международные трибуналы, вот такой, как Международный уголовный суд, он тут имеет юрисдикцию, все-таки, зависящую от согласия сторон. В данном случае Беларусь не является стороной римского статута, и тут очень трудно другими путями, как-то через Совет Безопасности, например, думать об эффективной применении юрисдикции этого суда. Ну, и тогда, конечно, как альтернатива возникает то, что мы называем универсальной юрисдикцией, то есть универсальная, но национальная юрисдикция, когда некоторые страны имеют в своем уголовном законодательстве такие постановления, что они могут преследовать людей за совершенные именно международные преступления, в том числе, конечно, преступления против человечности, несмотря где они и какого гражданства лицо их совершало. И это может быть один из эффективных альтернатив, можно так сказать, международной юрисдикции, поскольку, но если бы действительно многие страны применяли бы такую юрисдикцию, например, по отношению к тем представителям, не знаю, как их назвать, можно так сказать, представителям де-факто власти, потому что она не является легитимной Беларуси, то, естественно, это бы служило определенной упреждающей мерой, чтобы такие преступления дальше не совершались, и эффективной общей превенцией, можно так сказать. Но, конечно, мы тут обсуждаем универсальную юрисдикцию, всегда должны иметь в виду, что мы тоже знаем, что такие страны, ну, я имею в виду, такие режимы, можно так сказать, потому что не хотелось сказать именно о стране как таковой целиком, как российский, как тот же самый белорусский, всегда может универсальную юрисдикцию тоже обвернуть бумерангом и начинать преследовать за якобы совершенные преступления тех людей, которые борются за права человека, борются за торжество демократии. И это тоже иногда случается, так называемые, но сфабрикованные дела, они тоже могут быть запущены вот такими странами по универсальной юрисдикции. Всегда нужно иметь в это в виду, но это, конечно, не является никаким аргументом против самого принципа. Я имею в виду то, что такие вот страны, которые я упоминал, они всегда в целях политической целесообразности могут придумать любые уголовные дела против любых лиц. И тут, конечно, этот аргумент как таким существенным аргументом против не может служить. Вообще-то я, конечно, вот заканчивая, хотелось бы еще раз поприветствовать за эту инициативу. Я думаю, что вообще сама идея универсальной юрисдикции, она принадлежит той части юридического сообщества или, не знаю, вообще юристов, которые небезразличны именно к существенному пониманию верховенства права, которым не только формальное следование праву, не только формальное следование закону является ценностью. Они тоже усматривают в праве определенные ценности, которые это право должно защищать, но никак не может опровергнуть. Вот то, что как раз сейчас происходит в Беларуси, это уже антиправо, это уже неправо, поскольку сама практика правоприменения, оно разрушает как раз основы правового государства и основы права. Поэтому иногда, знаете, таких юристов, к сожалению, в нашем сообществе является меньшинство, но мы знаем, что активные и за ценности борющиеся меньшинства иногда могут совершить большие дела, и они на самом деле двигают прогресс человечества вот именно в защите этих универсальных ценностей, в центре которых стоит человек, его жизнь и достоинство. Поэтому хотелось вам всем пожелать на плодотворных дискуссий успеха и еще раз благодарю за ваши инициативы, которые еще раз доказывают, что право нужно понимать не только формально, но нужно понимать и своим сердцем. Спасибо вам большое.